Марсель Сагадьевич Ишмуратов, руководитель Центра исследований воронок, торнадо и ураганов. Его доклад называется «Циркуляция арктических льдов. Эффект воронкообразования». Пожалуйста, там есть ли изображения, иллюстрации? Все, да? Здравствуйте, уважаемые участники Зигелевских течений. Моя фамилия Ишмуратов Марсель Сагадьевич, я занимаюсь исследованием воронок и вращаясь в движении по спирали. Дело в том, что у меня на сегодняшний день в руках книга «Возвращение попальницов» 1939 год. Представьте, именно прочитав эту книгу, я внимательно вникал в то, что с ним происходило. А после этого, применив, как говорится, свою работу по воронкообразованиям и движениям по спирали, я применил свою работу именно к Северному полюсу и вращательным движениям по спирали ледовых полей, айсбергов и кораблей. Я хочу вам рассказать в следующем плане, напомнить немножко вам о воронкообразовании, с чего я начал, а после этого уже привели именно к книгу. Дело в том, что попальницы, прилетев на Северный полюс, они создали целую деревню из палаток. То есть улица с двух сторон палатки, и в палатках там находились их склады, материалы, радиорубка, место палатки для отдыха. И такую деревню они создали. Ну, проведя большую работу, например, вытащив штатив там для бура, найдя место для бурения, они отвели это в сторонку от их места расположения, от их санкций. Ну и пробурившись, достали, как говорится, со дна Северного полюса грунт. А весной, уже после Нового года, у них начали происходить странные явления, как, например, льды начали под ними ломаться, и произошло следующее. Дело в том, что льды начали уходить во вращательное движение отдельно от материка. Деревня их, из палаток, разделилась на две части, разделилась, и ледовое поле, где они находились, ушло во вращательное движение. И в результате вращательного движения им появилась необходимость один раз в сутки, в течение 40 минут, перепрыгивать на основной материк Северного полюса, для того, чтобы достать с другой палатки часть провизии. И так они так делали ежесуточно, как говорится, можно сказать, делали. После этого, уже ближе к весне, ледовое поле, где они находились, оторвалось от именно основной материка льда Северного полюса и ушло в свободное плавание. В результате моих исследований именно я хочу вам объяснить именно то, в каком направлении уходит лед, в каком направлении уходит примерно Азербайджан, а также корабли, подплывающие к ним за помощью. А сейчас я хочу вам немножко напомнить о моем исследовании именно про воронкообразование и про воронкообразование. Вот перед вами первая схема – это просто схема, как будто бы разрез земного шара по точке оси. Вот ось земли, вот вращательное движение земного шара, например, вращательное движение земного шара, в результате этого вращательного движения происходит инерционная сила. Представьте, например, обыкновенная, например, кухня, находящаяся у вас в кастрюле, стоящая на плите. В результате того, что у вас, естественно, она стоит, кромка жидкости в кастрюле находится ровно, но если же отвести вектор от вашей кастрюли, то она промазывает ось земли. Из-за того, что, например, в Москве скорость вращения земли равна 1200 примерно километров в час на восток. А также, например, вот здесь изображен небольшой человечек, да, изображен, то наш вестибулярный аппарат от того, что мы состоим из жидкости 85%, сделан так, что он немножко находится под наклоном, под наклоном с запада на восток, для того, чтобы мы не упали на запад. И этот наклон, он существует. Если же, представьте, скорость вращения земного шара на экваторе равна в пределах 1600 километров в час, естественно, наклон человека будет еще больше с запада на восток. И в связи с этим именно вращением земли, гравитации земли на восток, появляются аномальные места, слышанные на аномальных местах, например, когда автомобиль катится в гору, когда лужа растекается в гору, подопрели в гору. Никто из ученых на сегодняшний день не додумался до того, чтобы положить на эти аномальные места просто простой компас. Ответ на это аномальное явление просто. Это то, что автомобиль катится в гору, или, например, вырастет в гору, это направление только с востока на запад. Земля крутится на восток, и он выбрасывает автомобиль и лужу вверх в гору по направлению на запад. Восток на запад. Понятно, да? Давайте-ка еще схему. Следующую схему, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Вот я вам представляю схему именно с основного исследования. Представьте, например, вот я сделаю разрез опять-таки земного шара. Земного шара. Уже вот, например, север, юг, юг, восток, запад. И смотрите-ка что. Дело в том, что знаете о том, что, например, на линии экватора воронки нету. Вот линия экватора. На линии экватора воронки нету. То есть вода в раковине при сливе сливается без вращения. Малейшее откладение вот линии экватора всего лишь на 2-3 метра появляется вращательное движение. В северном полушарии земли вращается, вода вращается под управлением при сливе по часовой стрелке, а в южном, в южном, наоборот, против. Дело в том, что эту задачу я разрешил следующим образом. Просто схематистик начертил разрез земли, он превратился в мгновенный гироскоп, отодвинул от линии экватора раковину, допустим, на 2-3 метра в северном полушарии земли и провел из-под, от того, что это образовалась воронка, провел линию к центру земли. От того, что это, я сказал, что это начало радиуса воронка образования в мире, мне необходимо, мне появилась необходимость найти диаметр полной воронки. То есть вторую линию необходимо провести. Я провел вторую линию полного диаметра и получил угол, влияющий на вращательное движение воды в разные стороны. В северную, в одну сторону, а в южную, в другую сторону. После этого я начал передвигать эту раковину по всей плоскости земли и получил вот такой, вот такой, вот такой, представьте, например, вот в середине по поверхности земли, земли от экватора до северного полюса земли, это район нашего Черноморского побережья. Самый большой угол воронки составляет 90 градусов. Но скорость гравитации земли по сравнению с экватором уменьшается до 300 км в час. То есть так в пределах 1300 км в час. В результате у нас в России именно на Черноморском побережье больше количества происходящих воронок, а также торнадо и ураганов. Торнадо и ураганов. Вот эту работу, именно вот эту работу, два направления именно вращательное движение земного шара на восток и уход в вращательное движение в виде воронки в северную в одну сторону, в южную в другую сторону, я применил именно на Северный полюс и именно на эту книгу «Возвращение поклонницов», так как они сами даже не поняли, что с ними произошло. Можно другую следующую схему? Сейчас я вам хочу показать следующее. Смотрите, представьте, что вы, находящиеся в зале, смотрите на земной шар, именно с космоса, как будто бы схематический, и на ось земли. Вот это вот именно ось земли, северный полюс. Вот это, например, северный, именно лед северного полюса, а здесь уже вот океан, вот это уже корабль. И я разделил земной шар также на 24 часовых полюса, 24 часа разделил. Представьте, что происходит с кораблем, плывущим на помощь к северному полюсу. Представьте, если этот корабль стоит, например, вот здесь вот, по направлению носом к материку, то через 6 часов этот же корабль на том же месте стоящий, например, на якоре, на якоре, повернется по отношению к материку уже левым бортом. То через 12 часов этот же корабль уже повернется уже наоборот. Наоборот, носом именно корабль к югу, а задний корабль будет именно на материку. А представьте, через еще, как говорится, вот 6 часов, то опять-таки уже выпуком, и через сутки, он уже, ровно через сутки, направление корабля возвращается на то же место. Из-за мощного вращения земного шара, вот который я с стрелкой показал, кроме этого, корабль будет векторно, вот примерно 25 градусов, отодвигаться от материка Северного полюса. А посмотрите-ка, что происходит с следовыми полями, полями, или следовыми полями, именно по краю Северного полюса. Вот круги я нарисовал, которые уходят так же во вращательное движение, как и вот этот корабль. Как и вот этот корабль. А теперь хочу сказать, как вы думаете, что именно происходит именно в мире. Я вам объясню, например, на примере воронкообразования воды, происходящей в вашей ванной. Например, смотрите-ка, в вашей ванной, у вас образовалась воронка с вращательным движением по часовой стрелке в басле, например. И как вы думаете, что крутится? Вода вокруг ванной или ванна вокруг воды? Естественно, многие говорят, это теория, ученые говорят, теория относительности, и второе, говорят, это то, что видит это вот именно отверстие в виде воронки. Но сейчас я вам объясню это в точности, вы поймете и скажете, что я прав в том смысле, что дело в том, что вода желает находиться в состоянии покоя. Можно бутылочку? Вода желает находиться в состоянии покоя. Просто я провожу перед вами эксперимент с водой. Вот бутылочка, начинаем на месте вращать бутылку. Что крутится, бутылка или вода? Естественно, крутится бутылка, а вода желает находиться в состоянии покоя. В ванной происходит то же самое. Вода желает находиться в состоянии покоя, а ванна крутится вместе с домом, вместе с землей в северном полушарии земли относительно Солнца по направлению противчасовой стрелки. По направлению противчасовой стрелки. И в момент приближения зеркала воды, вот ладошку, что это будет вода, к отверстию сливному вашему, появляется спираль первоначально из-за вращения в ванной, а не воды. И получается, что если вы даже развернете эту воду, раскрутите по направлению против часовой сверки и отправите в отверстие, то все равно ниже вас, по этажам, вода в стояке развернется только по часовой сверке. Почему? Потому что стояк также будет крутиться вместе с домом, вместе с землей, в северном полушаре земли, по направлению против часовой сверки. И смотрите-ка, что из этого происходит. Оказывается, если, например, люди думают о том, что вода, сила воды, вода стоит, оказывается, нет, 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 нет. Все в мире создает вращение земли. Я вам подтверждаю простейшими экспериментами, наблюдениями в мире. Например, смотрите-ка, что происходит в мире. Например, люди ходят по спирали в одном и том же направлении. В Северном полушаре, в Юрн-Турсаме. Например, смотрите-ка, люди, придя на каток, катаются по направлению против часовой сверки. Люди, придя в спортзал, стадион, бегают по направлению против часовой сверки. Люди, придя в супермаркет, ходят по направлению против часовой сверки. Люди, придя, например, в лес за грибами, заводившись, автоматически идут по направлению против часовой сверки. А также животные, давайте животных посмотрим. Например, на арене цирка животные также бегают по направлению против часовой сверки. Животные, на моей же лошади, например, бегают в направлении против часовой сверки. А также животный, скот, например, выходящий на пастбище из села, с утра идет направо, возвращает слева. И так каждый день. Например, на сегодняшний день медицина не знает, почему и причины, например, рождения ребенка с утровой матери. Рождаясь ребенок с утровой матери, выходит также с винтом, с проворотом по направлению против часовой сверки. Опять-таки, обыкновенные ракушки, рожденные в Северном Бушаре, например, как в Черноморске, говорят, они все имеют спираль с направлением против часовой сверки. А в Южном Бушаре они будут иметь наоборот. Женщины, например, которые будут рожать в Южном Бушаре, ребенок будет выходить наоборот. Там левшие больше. Из-за вращения земли. На сегодняшний день я, например, пишу книгу, которая будет дальше называться «Сила и чудеса земли обетованной». Моя воронка, о которой я вам рассказываю, она многим-многим людям в дальнейшем может помочь. Например, смотрите-ка, для северян, находящихся на севере, это для того, чтобы избежать катастрофы с айсбергом, ждать направления вращения именно айсберга. Потом, также, уже зная направление вращения земли, а также направление из-за земли сдаваемых течений, быстрее приплыть, спасти северных полярников. Гораздо быстрее по сравнению с тем, что они в книге, вот в этой книге, они по полтора месяца плавали по океану, для того, чтобы достичь точки спасения людей. Также, вот в этой природе в мире, моя воронка задевает, например, то, что видите, биоэнергетику человека, животных, растений и всего-всего в мире. Например, я вам сразу еще скажу, что турнады и ураганы в северном полушарии земли, все они вращаются по направлению против соса, а в южном, наоборот, против соса. Они вращаются с вращением землиной поверхности одинаково. На сегодняшний день, например, если же понять мою работу и действительно внести науку, мощную науку, то в дальнейшем можно будет заблаговременно предсказывать турнады урагана. За шесть часов, за двенадцать часов, за сутки. Я практически уже все, что необходимо, уже рассказал. И вам спасибо за внимание. Это Юрий Павлович. Послушайте меня, что я хочу сказать. Помните Чернобыльскую катастрофу? В общем-то, вся страна нам пригласилась в том смысле, чтобы побыстрее ее локализовать. Не только одна страна, но и... Ну, понятно, что были задействованы все буквально службы, там, и силовые, там, научные, там, ну, любые все. Использовались все возможности, которые, значит, предоставлялись. Причем быстро они должны быть быстро использованы. Сейчас, Марсель, поймешь, к чему я. У одного изобретателя, который в Маях работал, уже пожилой человек, и он всю жизнь занимался, фантазировал, созданием подземных ракет. Вот, которые не в космосе сидят, а в Землю. Ну, и у него, вот, уже, ну, совсем пожилой был, у него было две таких ракеты сделаны. О нем услышали, узнали, прибежали к нему, взяли эти две ракеты. Вот, не знаю, насколько они успешно, значит, в Чернобыле поработали, но там нужно было срочно сверлить вот такой вот наклонный в земле штольню такой, ну, шахту маленькую, чтобы туда, там, отвод какой-то, трубы какие-то запихнуть. Ну, что-то такое, в общем, сделать. Туннель нужно было такой сделать. Он небольшой, но вот быстро. Понятно, радиация, и что такое. Вот, то есть человек в конце своей, можно сказать, научной, там, сказать, деятельности, во всяком случае, ну, хотя бы порадовался, что его изобретение, которое он всю жизнь посвятил, востребовано было. Трагически обстоятельств, но было востребовано. Вот. Я желаю Марселю Жагаевичу, чтобы его, вот эти вот работы были реализованы, вот почему. Есть основания к этому. Сейчас идет очень быстрое освоение, возобновление, освоение Арктики. Туда кидаются большие деньги. Это наша земля, это наша акватория, это наши полезные ископаемые, это наши пути исследования, это наша прародина, потому что гиперборея, которая там находилась, она, значит, ушла под воду и частично только вот осталась. Это наша, мы это давать никому не хотим, поэтому там разворачиваются и в военном отношении, и в транспортном, и в хозяйственном, и там, и в научном тоже огромные ресурсы. Вот хотелось бы пожелать Марселю, чтобы вот затребованность вот такая вот к его работам была, потому что вот он такими простыми словами, ну, выразил интересную очень мысль, которые могут быть полезны при освоении Арктики. Спасибо.